Компания-поставщик ограничила подачу газа потребителям. Так специалисты пытаются призвать к финансовой ответственности Сочи Теплоэнерго. Задолженность предприятия перед газовиками 650 миллионов рублей. Коммунальщикам, в свою очередь, не платят горожане. Чтобы не допустить массовой остановки котельных в разгар курортного сезона, к делу о долгах подключилась администрация города. На заседание оперативного штаба решили отключать неплательщикам горячую воду и перекрывать канализацию. Специальные заглушки на трубы должников начнут ставить уже на этой неделе. По данным специалистов, только арендаторы муниципального жилья не заплатили за тепло и горячую воду 116 миллионов рублей. Если на сегодняшний момент квартира является муниципальной, то абонент, который проживает там, гражданин, имеющий договор социального найма, он не выполняет условия данного договора. То есть будет уже рассматриваться вопрос в порядке об изъятии данного жилого помещения, если сумма долга не будет погашена. У Сочи Теплоэнерго в черном списке и юридические лица. Это гостиницы, отели и пансионаты. Однако в одиночку, по словам руководителей Сочи Теплоэнерго, предприятие не может выбраться из долговой ямы. Тем более, что газовики уже применили серьезные санкции. Они стали отключать котельные. Мы перешли на резервное топливо по ряду котельных. Есть котельные, которые стоят совсем в хосте. Стоят котельные 9 и 24. Мы обратились в арбитражный суд с требованием прекратить отключение по газу, ввиду того, что могут пострадать добросовестные платильщики. И такая практика во всей стране есть. Решение получит. Решения арбитражного суда в Сочи Теплоэнерго ждут до конца недели. Котельные должны заработать на полную мощность уже на выходных.